Давайте Хабиб Нурмагомедов! Хабиб Нурмагомедов, боец из Дагестана. Достаточно сильный боец, хороший борец, как мы уже говорили, подписан в организацию UFC и пожелаем Хабибу Нурмагомедову удачи. Как в этом бою, так и уже в боях последующих. Не бьем по затылку. Я думаю, что Ари Марселя Сантос, особенно с учетом твоего объявления, в принципе, он и до этого не выглядел сильным соперником. Ну и сейчас, как, наверное, можно понять, им и не стал. Ну, все равно, что не говори, Хабиб Нурмагомедов на сегодня является одним из сильнейших бойцов России в категории до 76 килограммов. Соглашусь с тобой. До 77 до 76 килограммов в мире. Начинал Хабиб на любительских турнирах. Я еще помню, когда Хабиба практически никто не знал. То время, это было года 3-4 назад, когда Хабиб бился на московских любительских турнирах по Панкратиону, на Кубке Атриума, потом выступал. Это уже по профессионалам, где как раз выиграл восьмерку, в которой участвовали довольно именитые бойцы, в том числе и Александр Бутенко. Ну, Александр Бутенко не встречался. Не встречался. Он тогда Абдул-Керимову Шамилю проиграл, а в финале уже Хабиб победил Абдул-Керимову. Вот так было. На ту восьмерку также заявлялись и Сергей Галяев, и Карен Григорян, но ни один, ни другой на том турнире не выступили. Ну, я думаю, Сергей Галяев участвовать в восьмерках абсолютно смысла не было на тот момент. Он известный был боец, и проверять себя в непонятном турнире, наверное, не имело смысла. Ну, для него непонятного, конечно. Ну, там и, кстати говоря, гонорар был очень неплохой, поэтому вполне мог бы попробовать себя Сергей Галяев. Но другое дело, конечно, восьмерка для такого именитого на тот момент спортсмена, мне кажется, участвовать в таком турнире было бы неправильно. Ну, сейчас на настиле львинга находится бразилец. Судя по всему, бить он, наверное, умеет только лоу-кики. Руки, я так понимаю, у него только для защиты. Ну, как мы слышим, люди, понятно, Хабиба поддерживают. Ну, начало поединка за Хабибом, знаешь, странно, что же за вольная борьба такая в Бразилии, что так спокойно бразильцы бросают на протяжении всего боя. Вот такие очень опасные удары на скачке, такие супермен-панчи, только соперник Хабиба внизу находился в этот момент. Ну, я думаю, что граунд-энд-паунд хорошо демонстрирует Нурмагомедов. И, судя по действиям бразильцев, мне кажется, он ошеломлен. Я думаю, что вопрос остановки боя – это вопрос времени, причем ближайшего. Вы знаете, что мне нравится? Хабиб, в принципе, от боя к бою растет. Вот, правда, уровень соперников Хабиба не становится сильнее, хотя, напоминаю, в UFC уже даже анонсирован его первый бой, первый соперник, и первый соперник, прямо скажем, не подарок, не считал этому бразильцу. Проигравший нокаутом свой предыдущий бой Камал Шаларус, да. Да, но все равно уровень-то у Камала, согласись, значительно больше, чем без сведения Алимы Селя Сантоса. Постановка боя. Поздравляем Хабиба Нурмагомедова с очередной победой. Все он сделал четко, правильно. Ну, а проблемы соперников – это, наверное, проблемы соперников. Ну, правда, почему Бразилия здесь отвернулся, я так и не понял. Удара я акцентированно не видел. Ну, может быть, просто психологически был сломлен. Ари Марсель Сантос. Хабиб Нурмагомедов побеждает. И нам осталось посмотреть.